всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад который предложил дмитрий дмитрий горяченко называется он для чего мне дана встреча с этим человеком я буду делать сегодня только две позиции до 1 2 красные зелененькие камешки пока я буду с настраивается вы выбираете мы можете загадывать любого человека да здесь не не стоит вопрос взаимоотношения между мужчиной женщиной я не смотрю эти расклады поэтому можете загадывать любого интересующего либо важного и ценного для вас человека и мы будем с вами разбираться буду смотреть на колоде тару небо и земля и на колоде чака специально до сценарный канал вот надеюсь вы определились откладываем зелененькие позиции номер один красненький камешек и мы с вами приступаем начнем с вопросов кто он или она с описания если узнаете смотрите дальше если не узнаете можете переходить на другую позицию либо ну сегодня вы не будете смотреть ну то есть нет ответа для вас вот но у меня по моему уже был когда-то такой расклад я постараюсь вот здесь вот в подсказках не знаю лево-право как выложить да этот расклад посмотрите может быть там найдете для себя ответ кто ваш человек здесь пока я не могу понять определиться по полу до мужчины это или женщина но однозначно это час секунду человек у которого в жизни сейчас происходят достаточно серьезные перемены внешне это человек может быть и либо моложе вас либо это человек выглядит достаточно молодо так спортивно спортивного телосложения не низкого роста то есть это не тот человек у которого есть лишний вес такой достаточно поджаристый человек внешне по крайней мере себя транслирует таким знаете серьезным человеком логичным который умеет все просчитывать люби либо любит рассуждать мыслить не тот человек который много говорит да но если говорит старается говорить по существу в минусе конечно же у него есть вот это вот черта некого такого превосходства над другими людьми да может быть может и кусать достаточно больно да как скорпионы либо этот человек который в силу того что он умен да и он владеет очень хорошо словом он может вот вести словесные такие баталии да и может даже словесно опускать человека да если поставить себе такую цель то есть вот унизить принизить как-то оскорбить причем не выражаясь по-хамски а именно используя вот эти вот словесные ловушки и игру то есть здесь знаете вот и интеллектуально какая-то манипуляция может быть именно основанная на вербальном выражении себя также внешне этот человек достаточно подвижен редко когда что-то доводит до конца все время ему что-то интересно и все время этот человек чему-то стремится что-то хочет получить чего-то хочет достичь но я не могу сказать что ему это легко удается такой достаточно любознательный человек это то как он транслирует себя вовне а только кем он является внутри то что он скрывает от внешнего мира это то что у него идут на данный момент какие-то перемены да здесь либо человек может быть расстался ушел от кого-то либо здесь могут происходить внутренние изменения до у человека когда какие-то внутренние процессы трансформация когда долгое время ничего не происходило до была какая-то вот остановка не вот и видимо ему не очень-то хотелось выходить вот из зоны комфорта привычной удобный но в силу каких-то обстоятельств и либо работа над собой либо вынуждены какие-то обстоятельства дать человек должен был внутри себя измениться либо у него опять-таки желание появилась вот это вот импульс я что-то хочу в себе изменить да какая-то внутренняя работа над собой но это то что об этом человек не говорит да но желание вот именно перемен желание какой-то вот внутренней трансформации прийти к обновлению прийти к знаете к более таким приятным теплым ощущениям до радости счастья удовольствие наслаждение да либо какому-то движению каким-то изменениям но внутри себя однозначно человек что-то хочет изменить либо стремится по крайней мере к этому с одной стороны он может полагаться где-то на на судьбу а с другой стороны здесь человек хочет вот изменить как-то либо свое финансовое положение да либо стать вот как-то человеком таким знаете независимым финансово от других людей да так хорошо стоять плотно на ногах и вот чтобы позволять себе намного больше чем он может именно сейчас на данный момент знаете вот какой-то целостности не хватало да какая-то вот сфера хромала у этого человека кто-то из вас загадал сам себя не знаю почему я не знаю как такое можно да ну вот кто-то видимо такое загадал опять-таки если мы говорим о поле до гендерной принадлежности мне здесь больше идет мужчина да если это все-таки женщина кого вы загадали то у нее такие достаточно не то чтобы мужские качества а вот присутствует некая такая серьезность опять-таки невзирая на возраста то есть человек может быть младше вас присутствует какая-то вот серьезность то есть вот по ощущениям что этого человека есть уже какой-то опыт то есть это не тот человек который постоянно улыбается хи хи ха ха такой вот поверхностный легкие нет здесь человек который по ощущениям понимает да что он хочет от жизни и где возможно накосячил что-то у него не получилось и и человек вот как будто вы знаете внутри себя созревает и он хочет двигаться нечто лучшее да то чего он достоин так вот такое описание если узнали этого человека смотрите дальше для чего для чего вы встретились здесь кто-то действительно либо встретился ну загадал человека для себя не не бизнес партнера а именно личные отношения да встретились здесь для того чтобы создать брак однозначно либо какие-то стабильные серьезные отношения но причина того что либо это не случилось либо как-то вот не сложилось да либо даже если сложилось присутствуют какие-то вот проблемы сложности это связано с с луной знаете вот с каким-то недопониманием да почему потому что с одной стороны у меня выпадает король в принципе как показатель ну человека состоящего если это мужчина состоящего в браке а с другой стороны императрица да тоже такая статусная женщина хотя если это допустим женщина она стоит на ступеньку выше этого мужчины почему потому что король пентаклей все-таки это такой знаете хороший работяга это человек который не будет рассуждать философствовать ему это в принципе не очень-то и нужно это человек который доказывает свои чувства свои ощущения поступками делами человек который достаточно приземлен прагматичен я бы не сказал что он столь эмоционален да для него вот это вот как-то вот чуждо эти все переживания волнения да то есть выражать свои чувства эмоции он привык через действие не словесно а именно доказывая постоянно какими-то своими поступками то есть для этого человека рутина быть они достаточно понятны то есть зачем говорить о какой-то там романтики да когда вот я могу тебе подарить сделать подарок который будет практичный и ты будешь им пользоваться то есть это вот не те плюшевые куклы не игрушки да которые можно подарить либо цветы букет цветов да если и дарить букет цветов то уже ну вот горшком да целом чтобы в дальнейшем можно было куда-то пересадить на грядку в огород куда-то в землю да чтобы вот куст у тебя вырос цветами то есть такой достаточно практичный человек вот и для чего вы встретились вы встретились для того чтобы быть в паре да для того чтобы вот действительно создать пару но это если мы говорим про личные отношения я посмотрю еще про профессиональные если говорить про личные отношения но здесь вот либо сейчас у вас этап такой когда нету понимания да все как-то мутно не проясни но ничего как-то сложно сложно даются отношения либо вы столкнулись с тем что они не не столь идеальны как бы вам хотелось да то есть здесь кто-то возможно обманывается в отношениях да что-то здесь напридумано либо присутствует какая-то ложь и сложно найти ну как-то вот вывести человека да на на чистую воду хочется сказать на такой знаете вот на душевный диалог либо если вы женщина смотрите на мужчину ваш партнер он такой достаточно закрытый замкнутый как я уже сказала ранее не многословен и сложно понять что у него на уме да то есть вот по его поступкам вы не можете определить да что происходит либо вам не хватает вот какой-то знаете душевности что ли теплоты да безусловно присутствует забота да может быть даже и финансовое какое-то вот обеспечение но нету беседы нету беседы нету диалога нету вот какого-то какой-то связи душевной вот она отсутствует потому что нету вербального диалога и здесь вот присутствует да какая-то разница между вами какая-то дистанция возможно отдаленность может быть кто-то из вас думает о том что вот ну не реализовались его мечты да надежды как-то не то чтобы рухнули а как будто бы вы все больше больше видите свои заблуждения да свою лизерную позицию не знаю почему сейчас именно так хотя вопрос звучал о том для чего вы встретились но вы встретили для того чтобы построить отношения если это все-таки не личные отношения а профессиональные да то здесь вот присутствует очень много лжи какого-то обмана да не не понимание хотя в принципе потенциал у вас и у вашего человека которого вы загадали в профессиональной сфере да если это ваш партнер либо ваш начальник у вас обоих очень хороший потенциал в контексте финансов да то есть по крайней мере если вы работаете в одной компании да и в данном случае вашим хозяином вы мужчина а вашим хозяином является женщина потому что здесь все равно она как-то на ступеньку выше стоит то потенциал у этого человека да у этой женщины у этого человека намного выше в контексте финансов нежели у вас то есть я бы сказала что вы лучший исполнитель а вот умение управлять да вот этим вот всем хозяйством удается намного лучше женщин если это все-таки не женщина а мужчина то здесь вот у мужчины присутствуют вот эти вот женские качества да есть иногда вот это вот капризность да непонимание эмоциональность характер такой больше склонен к женскому нежели мужскому может быть материалист да может искать как-то вот свою выгоду во всем да как-то так мне хочется прям сразу спросить да что пошло не так если хотя этого вопроса нет но что пошло не так где-то зависли где-то зависли знаете если мне такое ощущение что как будто вас рутина съела если это личные отношения да там тружеские неважно ну то есть не профессиональные здесь такое ощущение что вы как будто бы друг друга не понимаете у вас абсолютно разные взгляды у одного более духовный возвышенный а у другого более такие прагматичные опять таки скажу что человек приземленный любит работать да для него вот акцент именно становление себя в профессиональной сфере да достижение чего-то в социуме в чем это должно быть что-то такое весомое да здесь человек достаточно терпеливый не сложилось почему потому что вот кто-то из вас проигрывал где-то как-то знаете роль жертвы либо здесь человек уходил вот от этой опять таки если личное отношение да бытовой жизни рутины уходил человек в работу да вот как трудоголик то есть жертвовала своей личной жизни жизнью во имя профессиональной очень много работал здесь вот были какие-то вот разногласия да так же что может быть да почему еще они сложились потому что здесь вот проблема да мне все равно вот показывает даже у кого-то может быть с финансами связано а у кого-то вот действительно знаете не могли найти как-то золотую середину вот у меня ощущение что вы абсолютно разные вот вы абсолютно разные люди да вот здесь вот мне женщина проигрывается как такая знаете вот ну уже состоявшаяся личность понимающая что она хочет как она хочет вот мужчина как будто бы вот ну не дорос еще до нее либо если он тоже состоятельный но его мировоззрение немножко иное да то есть ему не хватает вот это вот некой такой духовности да то есть для него материя она первична и здесь может быть какие-то вот разногласия на на фоне материальности то есть один кто-то вкладывался больше в отношения а другой меньше если это профессиональная сфера то здесь вот проблемы как раз таки с финансами и стоят да кто-то видимо ну один получается знаете вот как один подчиненный да а другой начальник то есть даже если вы работаете в одном отделе да и у вас одинаковые должности все равно вот один чувствует себя более так уверенно знаете более спокойно нету вот надменности а вот другой который менее вот такой знаете не совсем разговорчивый не совсем эмоциональный человек да вот он как будто бы вот знаете хочет быть на одну ступеньку выше да то есть вот он не дотягивает но вот это вот его желание стремление да некого такого превосходства оно тут присутствует у вас нету понимания да почему потому что вот человек который тот из вас кто более духовный кто понимает законы причинно-следственные связи да кто вот работает над собой достаточно много долго вот вот этот вот человек ему приходится в отношениях жертвовать жертвовать как-то собой жертвовать своими ресурсами как-то знаете это обычно бывает так что я я понимаю да вот я понимаю другого человека поэтому где-то я должен пойти на уступки и вот какой-то момент вот это вот постоянное знаете я вкладываюсь я понимаю вот это вот я я когда-то вы устаете да почему потому что ну условно говоря здесь как если образ смотри да вы например привыкли к достатку к некому да а тут вам приходится ущемлять себя ущемлять как-то свои права лишь бы другому человеку да не то чтобы ему было лучше лишь бы он не чувствовал себя ниже вас вот вот здесь вот такая тема проходит да почему другой человек чувствует себя ниже вас просто потому что у него другое мировосприятие да он все принимает через материальный мир да именно через финансы да то есть он чувствует уверенно в себе только при наличии определенной суммы в карманах то есть если нету то как будто бы вот человека подменили он становится другим да он становится достаточно таким раздражительным холодным отстраняется берет дистанцию а вам хочется теплоты вам хочется ну то есть вы как будто бы говорите что да блин не в деньгах дело да то есть я понимаю да что безусловно кушать всем хочется да и финансы они очень важны в этом мире но иногда есть более важные что ли вещи как я не знаю как добродетели и качества и свойства да на которые нужно обращать внимание то есть приоритеты ваши они абсолютно разные если для вас приоритете духовность такие знаете вот как человечность доброта доверие такие качества то для вашего партнера финансы финансы материя наслаждение удовольствие вот у вас просто разные ценности разные приоритеты разные взгляды здесь вот еще присутствует знаете вот какая-то по энергетике идет разница разница между вами вот один достаточно зрелый человек до который уже прошел вот трудности сложности да вы тоже были когда-то таким как этот как этот человек да но в процессе но как-то изменили себя когда проработали вот и поэтому вы понимаете другого партнера другого человека которого загадали потому что это для вас пройденный путь а он как будто бы должен прийти туда куда где вы находитесь сейчас вот в этом разница на ваших мира ощущениях в приоритете ценностей что у вас здесь по убеждениям у вас и у него вот смотрите ваши убеждения да они так или иначе будут вращаться во-первых они сильнее да поэтому вы энергетически сильнее своего партнера вы его будете подавлять так или иначе хотите вы или нет даже у вас энергия такая да своим собственным присутствием именно поэтому он чувствует свою несостоятельность то есть вы можете проще его одеваться проще себя вести да ну как это не выпячивать свою свой эгоизм да а он все равно будет чувствовать себя ущербно почему потому что ваше убеждение они крутятся вокруг дьявола и верховной жрицы да то есть и то и другое является силой властью и знанием то есть вы своим присутствием даже когда вы молчите просто вы молчите и находитесь в пространстве этого человека ему не комфортно ему не комфортно вот просто потому что вы есть да и вот ваше убеждение они как раз таки будут говорить все время о том что во первых будут крутиться вокруг всевозможных привязанностей да всевозможных страхах вы это даже будете высвечивать в своем партнере показывать знаете не то что вы ему указывать вот смотри какой ты несостоятельный а вот вы просто есть да и он глядя на вас у него начинает начинает прорабатывать свои прорабатывать свои собственные страхи вы даже ничего не говорите где-то у него на бессознательном начинает включаться эта программа плюс ко всему вы знаете как то вот может быть напоминаете если вы женщина его маму если вы мужчина в любом случае вы можете проникать вот в его бессознательной да то есть вот как бы так сказать здесь вопрос доверия не то что он вам не доверяет а вот вы способны вытащить из этого человека то что он очень хорошо скрывает от других то есть вот здесь ощущение того что вот вы рентген для этого человека и ему невозможно скрыться от вас да он не может скрыть какие-то свои страхи вот вы это сразу видите вы это сразу чувствуете и вы можете про это говорить не говорить здесь уже не столь важно а и отсюда причем знаете очень глубокие такие страхи да это не то что страхи вот а мы сегодня остались без денег и как у меня это ну выживем не выживем нет здесь не про такие а здесь вот страхи например там очень глубокий там страх одиночества страх подавления вот именно властью да страх знаете и быть от себя зависимым и в какой-то момент ты уйдешь и ты оставишь меня и вот что я буду делать тогда да вот это вот несостоятельность здесь очень многое многие глубины и такие страхи плюс ко всему ложь этот человек не может вам лгать его ломает его коробят почему потому что даже если он хочет внутри его там что-то там вот ему очень так крутит версия да почему потому что это даже собрав вам а достаточно только вам посмотреть на этого человека вы уже понимаете что он врёт и ему это не нравится потому что возможно для выживания для адаптации по дьяволу этому человеку ну ну привык так знаете вот изворачиваться да все время чтобы вот выживать потому что здесь вопрос вот финансов он не случайный это базовая потребность путь выживания плюс ко всему человек такой знаете достаточно инстинкты у него ярко проявлены да вот здесь вот сексуальность даже если человек незрелый мы говорим о межличностных отношениях да то здесь вот человек любитель да я не буду говорить что он любит гулять ходить налево но по крайней мере он любит смотреть то есть вот посматривает налево да пофлиртовать он будет не против и ну то есть инстинкты им управляют такое ощущение что вот здесь идет какая-то компенсация своей несостоятельностью если это мужчина через сексуальный аспект да то есть он он так хотя бы чувствует себя вот лидером да потому что он хочет быть лидером ему это очень важно вот а с вашей стороны ну с его стороны да это была ваша сторона и плюс ко всему вот это вот знаете постоянно показывает что вы пока показываете ему свое превосходство в духовном развитии да у вас больше знаний у вас больше понимания ваше мировоззрение оно на ступень выше если не больше и то что вы знаете то чем вы владеете то что вы практикуете ему еще до этого очень очень далеко то есть ваше убеждение потому что вы были два великих аркана очень сильных магических да то есть кто-то из вас может быть действительно практиком и вы имеете влияние если вы вообще ничего не практикуете то ваше влияние на этого человека чисто энергетического вас энергия такая вот магическая знаете вот харизматичная мощная манкая притягательная да то есть человек может находиться под вашим влиянием да вот он вы можете ничего не делать а ему будет казаться что вот где-то вы что-то магичите а вот с его стороны его убеждения на вас они вообще минимальны потому что выпадает четверка кубков ну то есть малые арканы и фигурные и королева педакли то есть его влияние на вас это будет то что этот человек ничего не делает если вы женщина для того чтобы вступить с вами серьезные отношения да то есть он не будет проявлять никакой активности да именно в становление вас ну то есть чтобы вы были в каком-то статусе он не будет этого делать и вот это вот ваши проработки то есть вы видимо прорабатываете себя вот в роли статуса вот статус для вас важен именно как женщину то есть статус как мать статус как жена но ни в коем случае не как любовница здесь человек будет высвечивать вам ваше энергетическое устошение знаете вот казалось бы что он для вас является вампиром да но мне кажется что вот вы его больше как-то энергетически не то чтобы вампирить а вот вы в него вливаете очень много энергии вот а потом когда вы перекрываете общение с этим человеком он впадает вот в какую-то апатию ему не хватает этой подпитки да почему потому что вы подпитываетесь от космоса а у него я бы не сказала что очень хорошая своей землей да то есть все равно не хватает какой-то дефицит так вот его убеждения по отношению к вам да что он будет вам высвечивать вот именно будет гонять вас периодически в какой-то грусть да вот это вот воспоминание прошлого вот эти вот эмоции мелохоличные не очень приятные да вот вы как будто бы свое какое-то прошлое будете прорабатывать с этим человеком именно по состоянию да это вот его какие-то убеждения они когда будут работать он будет вам про это говорить он будет как-то вот высказывать они будут в ваших ушах слышатся таким образом что будут цеплять ваше эмоциональное состояние вот он что-то будет говорить а вы в этих словах будете слышать свою какую-то вот мелохолию апатию несостоятельность эмоциональную вам будет ну вот знаете какая-то какое-то вот депрессивное такое состояние да нежелание что-либо сделать вот воспоминание какого-то прошлого здесь вопросы как раз таки будут вставать о преданности о верности то есть так интересно вы его как будто бы провоцируете на какие-то измены а ну то есть своей состоятельностью он как будто бы будет хотеть ну если это мужчина будет хотеть ходить на не то чтобы налево а вот как-то утверждаться и проверять сравнивать вас с той партнершей да который он пошел и вот вы все равно будете все время выигрывать и вот ему будет казаться что вот я хочу проверить а такая ли она действительно на самом деле верховная жрица и императрица или ну как-то знаете вот самоутверждаться да вот пойти куда-то в другое место самоутвердиться потом пойти к вам вот с этой энергией вот типа я я тебе ровни а он своими словами будет заставлять вас чтобы вы проработали мы сейчас как раз и подходим к урокам что вы проработали именно свой аспект знаете вот каких-то стабильных отношений да вопрос доверия вы прорабатываете с ним уход в какое-то знаете апатичное состояние грустное нежелание что-либо делать да то есть вот видимо у вас будет такое что после контакта с ним он он будет наполнен энергией а вы будете опустошены вот да если вы встречаетесь если не живете вместе вот немножко убеждения затронули хорошо а чему вы должны были научиться чему вы должны были научиться ну то есть чему должен был научиться на мне интересно потому что это он а мы говорим же для чего вы встретились нашей с Olwen или вам интересно интересно хорошо значит чему вы должны были научиться вас я сюда поставлю а вот он должен был научиться тому чтобы прорабатывать вот эти вот свои страдания смотрите как все очень связано вот его убеждения я говорил о том что они вызывают вас какое-то вот депрессивное вот это вот состояние по меланхолии до по четверке кубков когда все надоело ничего не хочу здесь выпадает как раз и сценарий страдания да то есть это есть у него и он это должен был проработать но нам сложно прорабатывать то что есть нас нам а мы проецируем легче на другого человека до какие-то свои недостатки либо свои достоинства и мы это замечаем до в других людям нам легче заметить поэтому он вас замечал а это его уроки были он замечал вас ваш человек опять-таки независимо от пола вот это вот страдание до что вы постоянно как-то страдаете что вывод милахоличные что вы что-то придумываете что жизнь трудная и все такое и вот мне прямо карта поменяю местами потому что мне вот так они быстрее отзываются и вот эти вот переживания лишние волнения если у вас есть дети например там от прошлого брака либо от этого брака что вы постоянно переживаете как-то за детей и волнуетесь то есть вы как будто вы знаете наполнены какими-то состраданиями вот этими ненужными чувствами эмпатией что вот вы за всех волнуетесь вот здесь вот эти вот уроки да здесь они даже иногда его бесили вы же вот знаете как-то как бы так сказать выводили его из себя да почему потому что это его природа это его свойства а он их видел вас да может быть вы просто где-то что-то обмолвились что ну трудная ситуация да я не знаю как решить либо просто дали какую-то слабину все для него это вот прям увеличено было и вот вы там все всевозможные страдалица вы пожертвуете да то есть вот как-то вы вы все сделаете зачем я буду действовать вот она все как будто бы за нас в отношениях сделай не вот либо партнер сделает дальше еще один сценарий который должен был научиться в этих отношениях ваш человек да ваш партнер это бунт да то есть вот вот это вот именно состояние когда я ничего не делаю да вот я не вижу каких-то возможностей я не вижу реализации себя как я могу достигнуть чего-то вот это вы знаете подавление вот этой вот энергии ваш персонаж он достаточно я уже говорила ранее он такой знаете в тихом умом эти черти водятся да и вот если у него нападает хочется сказать знаете вот какие-то эпилептические состояния то есть вот какие-то психологические застойки человек может быть очень жестким и очень жестоким да то есть может доходить даже до рукоприкладства либо если все-таки уровень сознания позволяет он может как-то управлять своими руками да а то и не доходить до этого то словесно здесь будет вот прям битва не на смерть а не на жизнь и на смерть да прям вот крови крови очень много потому что человек вот он бунтарь но он вот эту вот свою энергию бунта подавленную он ее не может направить в правильное русло на реализацию да вот именно на ощущение себя состоятельным человека на который зарабатывает деньги и может стать с кем тем кем он хочет а здесь такого нет и вот он иногда вот это вот злость до освоение несостоятельности что у меня не получилось у меня нет столько денег я не могу реализовать я не могу себя проявить я не могу говорить я не могу договариваться вот это я не могу я не могу не могу этот бунт он почему-то направлен именно на вас ну если вы близкий мой человек да то такое может быть если все-таки вы как-то жили в браке к примеру да то вот из-за детей либо из-за каких-то своих проблем до человек мог срываться на вас а то есть вот вот это вот человек должен был проработать но он это видел вас что вот вы бунтарь что вы не подчиняетесь ему вами вот как-то невозможно управлять вы не даете им образы правления чтобы все равно так или иначе выше его и вы лидер а он этого не хотел хотя чтобы он был лидером что вы должны были чему вы должны были научиться в этих отношениях либо при встрече с этим человеком да чего вы должны были научиться ну во-первых конкуренции до прекратить конкурировать с этим человеком здесь знаете как раз ки понимание вот именно принятие себя у вас вот это вот то что он видел до жертвования собой вот это вот я все понимающие я сострадательный человек я могу как-то вот всем помочь поучаствовать в жизни других людей вот это как-то знаете связано с вашей самооценкой да вы как будто бы не принимаете себя и вам нужно постоянно доказывать то есть обрасти на меня внимание да я вот хорош я тебе это делаю как-то знаете в каких-то моментов выслуживайтесь а вам по статусу не положено то есть не положено в контексте чего что ну несостыковка да то есть вы либо ну как сказать ну допустим если вы директор какого-то комбината да к примеру ну вам не положено по статусу взять веник и подметать дру этот двор да просто потому что он грязный да там там на мусоре либо еще что то но есть другие люди которые этим занимаются да здесь не про то что презрение да что невозможно почистить нет а просто по статусу ну как-то вот не положено либо если вы идете на какие-то очень важные переговоры да ну вы не можете одеть кеды джинсы и футболку да все равно так или иначе вот какой-то вот пиджак надо будет одеть да как-то вот соответствовать имиджу хотя вам свойственно вы можете там одеться как-то вот вызывающие потому что ваше мировосприятие она не они такое как у всех вот то есть вы можете быть поэтому конкуренция вот вы вступаете в конкуренцию здесь вот вы должны ее понять что вы не ровня этому партнеру да вообще другим партнером то есть здесь вопрос от примера что я имею ввиду если вы женщина вы не можете конкурировать с мужчиной да то есть если вы будете конкурировать то эти отношения уже изначально они обремены на провал почему потому что когда ваш партнер если он мужчина он перестраивается на то что он видит вас тоже мужчину нет и тогда отношение выстраивается уже иначе если присутствует конкуренция то есть здесь вот конкуренция тогда когда мы сами себя не принимаем почему потому что я не знаю кто я я не знаю своих способностей я не знаю чего я достоин мне нужно вот это вот оценивание меня постоянное подтверждение и другой человек вот в данном случае как тот кого вы загадали он сам по себе несостоятельно у него там куча травм детских вот и проблем с его мамой и здесь получается так что ну вы конкурировать вообще не с тем человеком да здесь вообще вам не нужно конкурировать почему потому что вы настолько уникальность сами по себе что кому-то что-то доказывать не имеет смысла а здесь вот вы как будто бы знаете вот вы слушаете да и как-то сами себя обесцениваете вот так скажу другой стороны вот у вас есть вот эти вот мужские качества даже если вы женщина до маленький мальчик до сценарии здесь говорит о я я мальчика маленький да то есть я еще сам не наигрался а тут у меня уже есть какие-то обязанности да что-то я кому-то чего-то там должен что-то должен сделать вот а мне мне самому как-то вот хочет то есть вот такое вот ощущение что вам самой если вы женщина хочется чтобы вот либо мужчина да неважно чтобы вы на вас обратили внимание да чтобы вас как-то признали а здесь получается так что вот в отношениях ваш партнер он пансивный вы активны и тащите все на себе не вот и вот это вот вы должны были вот эти вот сценарии проработать в чем был урок . какие сценарии я так смотрела немножко их может быть больше в чем был урок вот именно вашей связи с этим человеком в чем был урок урок справедливости и рук межличностных границ то есть это такое ощущение что это человек кармически хочется сказать то есть не случайно вы бы этого человека не обошли почему потому что выпадают великие арканы у вас их очень много в раскладе то есть это ну по крайней мере для вас потому что с вашей стороны выпадает верховный жрица императрица дьявол и здесь вот император правосудие так далее да с его стороны ну то есть он вас мог как-то обойти а вы его нет здесь как-то так хочется сказать в чем был урок да именно для вас понимание того что все что с вами происходит это вы так или иначе вызываете в других людях вот то есть понимание во первых делать правильный выбор в контексте того что вы хотите да то есть если вы хотите выстраиваться отношения выстраиваете с людьми равными на вам то есть если вы выбираете изначально человека а у вас есть это чуйку вас есть чувство справедливости у вас есть интуиция если вы выбираете изначально человека который ниже вас да то то а давайте сразу себе отчет в том, что отношения будут выстраиваться вот так, как у вас выстраивались с этим, например, человеком. Далее, здесь, в чем урок был, в том, что вы поняли для себя, что значит настоящие серьезные отношения, то есть официальные. Потому что справедливость, она все равно нам говорит о законах. И здесь еще как раз император, то есть здесь наверняка ваши отношения, они должны были быть узаконенными. То есть если ваши отношения межличностные, опять-таки, они были любовного характера, а в нем не было как-то вот проявление вас, заявление вас в роли своего мужчины, либо своей женщины, а только как любовника, либо любовницы, то есть вот это вот изначально вас привели к тому, да, чтобы вы изначально были в тех отношениях, которые серьезные. То есть вам не, еще раз скажу, энергетическими здесь пока в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, да, тогда я не знаю, но сейчас вам по статусу уже не положено вот вступать вот в такие вот, знаете, какие-то легкие отношения. Даже если это свободные отношения, да, они должны иметь под собой почву, серьезную опору. Что значит серьезную, да, то есть да, вы можете просто встречаться без каких-то там обязательств, но все равно ваши отношения должны выстраиваться на добродетелях, то есть на уважении, на доверие, на честности, искренности, да, то есть вот все остальное не должно быть, не должно присутствовать. Вот, плюс ко всему урок у вас был непосредственно связан с границами, да, то есть умение отстаивать свою точку зрения, не воевать, да, как конкуренции, а именно отстаивать свою точку зрения, показывать другому партнеру, что вы хотите, как вы хотите умение договариваться, да. Вот здесь вот именно справедливость заключается в том, что вы не ущемляете другого человека, но и в первую очередь не ущемляете себя. А здесь по ощущениям, что вы себя очень сильно ущемляли, только для того, чтобы ваш партнер не чувствовал себя как-то хуже, то есть вы подстраивались под него. Да, здесь вот именно развитие отношений и коммуникация, она должна была быть более какой-то зрелой, с одной стороны, потом вы еще прорабатывали, и вы, и он прорабатывали свои детские какие-то душевные травмы из прошлых отношений, да, то есть у вас были отношения, у него какие-то болезненные отношения были в прошлом, и вот вы друг об друга прорабатывали это. Вот. Вот такой вот у нас получился расклад по первой позиции. Пишите свои комментарии. А мы переходим с вами к позиции номер два и зелененькому камешку. Кто ваш человек? Кто он, либо она? Если описание подходит, значит, это расклад ваш. Если не подходит, я найду, где у меня там был такой аналогичный расклад, и вот где-то здесь, здесь будет всплывать подсказка, нажмите на нее и посмотрите расклад. По-моему, был такой уже. Хорошо. Кто он, либо она? Человек, которого вы загадываете. Так, ну, такой, знаете, очень интересный период, возможно, сейчас такой у человека, когда человек внешне такой сильный, сильный, харизматичный человек, достаточно эгоистичный, человек, который не умеет давать, не умеет давать чувства, не умеет давать наслаждения, либо это сейчас у него период такой, либо это вообще человек по природе такой, который будет всевозможными способами обращать на себя внимание, но при этом сам что-то отдавать не будет. У него нету этого понимания, да, то есть, знаете, человек еще сам не наполнил, да, чтобы научиться отдавать. Человек, который больше берет, человек, который больше принимает. На данном этапе он находится в принятии какого-то решения, да, для себя. он что-то определяет, что-то однозначно важное и ценное для него. Человек, который любит, знаете, вот он позитивный, но сейчас вот у меня по энергетике идет такое, что вот он в каком-то упадке, да, находится. Такое ощущение, что вот ему как будто бы сил не хватает, да, не то чтобы он обременен какими-то своими мыслями, да, поэтому хоть и выпадает аркан силы на его внешнее проявление, и можно было бы сказать, что он такой, ну, яркий, харизматичный человек, но сейчас что-то идет не так с этим человеком, потому что присутствует, вот у меня прямо в глаза бросаются кубки, хотя их в принципе не так много, вот, но все равно как-то либо в каких-то заблуждениях находится человек, да, то есть внутри него сейчас идет выбор какой-то, вот определенное понимание того оценивания вещей, да, то есть для человека сейчас такой период, когда он что-то для себя оценивает, он что-то для себя определяет, и где-то в какой-то момент он может и хочет выйти из каких-то своих иллюзий, но склоняется больше к тому, чтобы верить то, во что он хочет, знаете, здесь человек обладает чувством красоты внутри себя, да, то есть он эстет, я бы сказала, да, то есть если при его былых победах, да, можно сказать, что это человек, который умеет красиво себя презентовать, да, то есть человек, который одевается красиво, кто-то может быть даже брендово, да, то есть может позволить себе, но в любом случае, даже если эта одежда такая обиходная, то есть простая, она все равно будет со вкусом, то есть у человека здесь вкус, хотя я вижу, что вот человек просто очень-очень хорошо одевается, то есть это не модный стиль, где как-то вот джинсы порванные, да, жилетка в наклепках или все такое, да, то есть вот это вот стиль, рок-стиль, нет, это не про него, это здесь человек будет одеваться там с иголочки, вот хочется сказать так, вот брюки отглаженные, нет такого вот помятого, там широкое, не по размеру, нет, здесь не про этого человека, здесь человек одевается со вкусом, ну то есть умеет оценить вкус, еще покажите мне этого человека, да, сейчас вот он оценивает какие-то возможности, шансы, хочет пойти дальше в свое развитие, вот у него сейчас проходит трансформация, трансформация такая достаточно серьезная у этого человека, который он не мог бы избежать, да, здесь трансформация, когда идет именно перерождение, да, здесь идут очень серьезные перемены, это не просто, здесь знаете, вот перемены не в контексте того, что жил на одной съемной квартире и вот по соседству нашел другую и опять снял, нет, здесь перемены, если, допустим, переезжать с одного города на другой, да, либо с одного конца города на другой, то есть такие достаточно весомые перемены, серьезные, когда человеку нужно пересмотреть всю свою жизнь, да, здесь у человека должно не взросление, а здесь вот как будто бы, знаете, вот приоритеты в ценностях, они должны измениться, причем очень серьезно, прям вот колоссально, знаете, это вот, например, если ходила раньше на работу просто потому, что нужно было, да, зарабатывать, то здесь вот прям вот у человека какое-то вот перерождение появляется и у него, знаете, уже вовлеченность есть в эту работу и он уже хочет расти по карьерной лестнице, он уже ищет какие-то возможности, то есть, ну, понимаете, да, о чем я говорю, здесь достаточно серьезные сейчас перемены идут глубоко внутри человека, здесь 50 на 50, да, здесь может быть и женщина, здесь может быть мужчина, если в первой позиции я больше склонялась к мужчинам, то здесь вот 50 на 50, еще, еще, кто этот человек, вот здесь, знаете, как будто бы человек ищет новые шансы либо найти гармонию внутри себя успокоится, либо это человек, который действительно ищет, вот как будто бы готов к серьезным отношениям, да, как это, ну, к свадьбе, да, вот как это, боже мой, ну, к замужеству, к женизьбе, вот к таким серьезным отношениям человек готов, по крайней мере, готовится сейчас, да, то есть, если я раньше его устраивало любые какие-то вот легкие поверхностные отношения, то сейчас человек уже более серьезно рассматривает семейную жизнь, вот, либо если это человек, ваш партнер, да, то здесь вот как будто бы бросает себе вызов для того, чтобы что-то заново начать, либо в той сфере, в которой он работает, да, здесь вот пересмотр, как будто бы внутри себя человек хочет найти эту гармонию, для чего? Для того, чтобы транслировать ее потом вовне, то есть внутри себя как-то договориться с собой, успокоиться, но здесь человек, он бросает себе вызов, вот слабо мне, да, достичь вот этого, чего я хочу, или нет, вот здесь вот, здесь идет развитие, здесь идет рост, здесь идет пересмотр и расширение, вот энергия, она такая, достаточно ярко выраженная, да, то есть если мы говорим, допустим, я говорила о кубках вода, то это вот вода, которая уже готовится закипеть, да, то есть она еще не кипит, не бурлит, но вот ты уже видишь, что идет расширение, да, вот сейчас она уже закипит. Хорошо, для чего вы встретились с этим человеком? здесь хочется сказать, для построения, для какого-то своего собственного роста, то есть я не удивлюсь, что здесь могут быть профессиональные, да, какие-то отношения, здесь не родственные отношения, то есть это не, как это, не родственники, ну, то есть не родители, не там тети, дяди, не двоюродные братья, сестры, нет, здесь не про это, здесь два варианта, либо это идет ваше собственное развитие, и этот человек является для вас учителем, да, который помогает вам именно с вашим эмоциональным фоном, да, прорабатывает ваши эмоции, прорабатывает ваше восприятие мира через чувствование, оттачивание может быть каких-то ваших способностей, навыков, либо здесь может быть человек, который должен полностью поменять ваше мировосприятие, и проработать ваши травмы эмоциональные прошлым, да, то есть здесь вот человек дан был для построения, для роста, для создания чего-то такого, знаете, фундаментального, но не материального, а здесь больше духовного, здесь вот мне кажется больше идет про профессиональные какие-то повышения квалификации, да, то есть не становление себя как профессионала сначала, а именно как вот повышение квалификации, когда вы проходите какие-то дополнительные тренинги, там дополнительное какое-то вот обучение вам передают, навык, либо здесь почему-то мне пошло такое, да, вы находите себе наставника, там, я не знаю, мага-ведьму, либо еще кого-то, регрессолога, и он вас обучает, здесь связано как-то либо с вашей проработкой себя как личность через эмоции, да, там были травмы какие-то, либо становление себя через оттачивание своего какого-то мастерства, своих каких-то способностей, да, то есть здесь однозначно должно поменяться мировоззрение. Да, здесь вот мудрость однозначно, мудрость, здесь вы прорабатываете, если, допустим, это связано как-то с отношением, да, здесь вы прорабатываете как раз-таки формат одиночества, да, то есть этим человеком вы учитесь принимать себя, да, и вот этот вот страх одиночества, страх того, что меня не понимает, базовые страхи, да, когда вы закрываете себе, когда вы уединяетесь, отдаляетесь, работа с вашим эгоизмом, то есть вот здесь такое ощущение, что вы нашли либо себе наставника какого-то, да, в лице этого человека, либо он как-то будет способствовать не напрямую, да, вас чем-то обучать, а вот об него вы как-то будете обучаться, да, то есть он постоянно будет вас вытаскивать из вашего уединения, да, и привезет вас именно к наполненности, да, то есть не к холодности какой-то, а вот именно к чувственному аспекту, ощущение того, что вот вы наполнены, да, так, для чего вы это встретились, чему вы учили этого человека, и чему человек вас учил, человек вас учил, чтобы вы во-первых перестали себе что-то надумывать, перестали себе что-то придумывать, лишнее, да, то есть вот это вот ваше воображение, чтобы оно работало в нужное русло, в позитивное, а не в негативное, потому что это и служило тому, что вы отдалялись, как-то что-то себе напридумывали, да, что-то там нафантазировали и закрыли все, отдалились от мира, уединились, вам так хорошо, вот это вот чувство ощущения сироты, да, брошенности, я никому не нужен, вот это я и сказала изначально, для чего вы встретились, чтобы проработать страх одиночества и чтобы проработать страх меня никто не понимает, да, не понимает и поэтому я никому не нужен, меня бросили, то есть возможно где-то в детстве вас оставляли, либо уже был какой-то опыт того, что вы чувствовали себя сиротой, вы чувствовали себя одиноким человеком, вы уже к этому привыкли, поэтому с этим человеком как раз изначально я сказала, что человек как характеристика тот, который не умеет отдавать, а это тот, который берет, берет, берет все время, вот, и вы как раз таки и в какой-то степени зеркалите, ну, то есть вы похожи на него, вот, и поэтому как будто бы этот человек, знаете, вот своим вот этим вот характером не то, чтобы требовал, а вызывал вас на то состояние, когда вы должны были все время отдавать, 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 а вам это не свойственно, почему, потому что вы всегда считаете, что у вас нечего дать, да, что вы не можете, что вы сами вообще нуждаетесь в том, чтобы о вас как-то заботились, на самом деле вы настолько изобильны, вы настолько полны, только вы как будто бы, знаете, вы ощущение, что находится все под каким-то замком, вот, весь восклад и все ваши ресурсы, и вот этот вот человек, да, он вам показывал периодически, что, ну, то есть, забирая у вас, не то чтобы требуя, а вот забирая при обмене, да, либо ресурс, либо эмоции, либо состояние, чего-то, все время вы ему давали, он вам как раз и вас и обучал тому, что у вас есть уже все, что вам нужно, да, чтобы вы это наконец-таки заметили, все время выводил вас на какие-то диалоги, да, не давал оставаться наедине, иногда было такое, знаете, вот прям ощущение, доставьте меня уже в покое, я хочу побыть сама собой, и вот вас это может быть даже как-то раздражать, может быть, как-то бесить иногда, вот, но на самом деле это было делано не случайно, потому что вам свойственно закрываться, да, вам свойственно отстраняться, потому что вы прорабатываете вот это вот, я сирота, я сирота, потому что когда вы наедине, у вас начинаете себя сами накручивать и придумывать того, чего нету, вот, и поэтому здесь этот человек вот постоянно вас вытаскивает, да, чтобы вы научились ценить себя, чтобы вы научились любить себя, ощутили вот эту вот наполненность, да, что вы умеете любить, что у вас огромное сердце, что вы способны на много, что вы нужны, что вы важны, но в первую очередь самому себе, да, не кому-то другому, а именно самому себе в первую очередь. Вот, этот человек вас учил. Чего вы, чему вы учили человека? Вы его учили, да, вот это вот смотрите, как хорошо вы совпадаете со своим партнером в контексте чего? Вот у вас сценарий сироты, а у него сценарий быть использованным. Он так же боится. Вот я и сказала как раз по девятке кубков, да, человек закрывается, он ничего не дает, потому что его не научили, он не умеет, у него все время есть вот это чувство страха, что меня будет использовать, что вот мной попользуются, а потом ну, меня выбросит. Вот. И как раз вот это вот меня выбросит, потому что я потом не нужен, а у вас это чувство сироты, то есть меня и так бросает, потому что я не нужен, то есть вот здесь вот есть прям сходство. Если у вас есть сценарий, он вас учил фантазии, то есть не накручивать, да, не придумывать того, чего нету, то вы его учили аналогичному сценарию, это мыльная опера, да, когда опять-таки все напридумано, вот это все драматично, то есть вы очень схожи. Сценарий может быть разный, но они очень созвучны, и у вас, и у него есть вот это вот чувство, ну, ненужности, да, отдаленности, что брошенности, покинутости, может быть, были даже прошлые уроки, связанные с этим. И исходя из этого в каждом новом своем партнере при взаимоотношении с другими людьми, и вы, и он чувствовали вот эту вот драму, да, что все равно нормальных отношений нет, они всегда завершаются каким-то провалом, да, все равно все тебя используют, всем только что-то нужно от себя, и ты как будто бы должна только давать, а брать тебе никто, ну, ты не можешь, потому что тебе никто не хочет давать, вот это вот у вас очень схожие уроки друг с другом. Хорошо. В чем был все-таки урок? ваш общий в поле, в чем был ваш урок? Знаете, победить, победить свои собственные разочарования, победить свою какую-то собственную утрату, это может быть и как связано, как и с прошлыми отношениями, так и со своей какой-то несостоятельностью, то есть вам нужно было стать победителем, да, найти вот эту вот гармонию, баланс внутри себя, перестать все время обращать внимание в прошлое, да, сострадательно как-то видеть, ну, то, что вот у вас, может быть, не получилось, может быть, вы что-то потеряли, да, то есть ваш урок смотреть и обращать внимание на то, что у вас уже есть, то, что вы уже приобрели, то, чему вы научились, то есть вас как будто бы переключают, да, и вас, вашего партнера, у вас общий сценарий, чтобы вы обращали внимание на нечто позитивное при взаимодействии с другими людьми, то есть то, кем вы стали, то есть если бы не было этого человека, если бы это не было вот этой ситуации, да, то вы бы не научились вот этому, то вы бы не стали тем, кем вы есть, даже если это что-то негативное, потому что здесь вы как-то вот фокусируетесь на каком-то негативе, вам говорят на том, чтобы быть, обращать внимание на наполненные кубки, а не на пустые, плюс ко всему ваш урок говорил о том, что нужно уметь оставлять прошлое позади, ставить вовремя точку и двигаться вперед, двигаться в перемены, да, почему, потому что у вас есть этот опыт, ну, вы прорицательный, да, то есть вы достаточно умны, вы можете делать анализ прошлого, да, и каких-то ситуаций делать выводы, и взять все самое необходимое, все нужное и двигаться дальше, то есть быть легким на подъем, не зависать в прошлом, а двигаться непосредственно в будущее, да, к стабильности, к тому, что вы хотите построить, уметь вовремя оставлять прошлое позади и слушать, знаете, свою интуицию, тот момент, когда вы не просто слушаете, а вы умеете вот на основе своей интуиции выбирать правильный путь, да, и все время находиться в дороге на зеленый фонарь, да, чтобы вас ничего не останавливало, чтобы вам все время дороги как-то открывались, для этого вы должны постоянно находиться в каком-то движении, да, вот в каком-то потоке, словили волну и не отпускать ее, потому что иногда может быть у вас зависание, в чем еще был ваш урок? Перестать хитрить, перестать хитрить, обманывать, вот, знаете, в контексте упадка настроения, да, то есть прошлое, да, как будто бы вот прошлое все время, оно вас преследует, прошлое, а вы закрываетесь, вот здесь вот, знаете, такое общее убеждение, то есть если это было в прошлом, значит это повторится, то есть вот все люди вот такие, да, если раньше меня обманывали, то и сейчас меня будут обманывать, вот вы как будто бы живете с опорой на прошлое, причем на самое негативное, вы как будто бы не идете в новое, не оставляете, ну, если даже идете в новое, то хотите получить новых результатов старыми какими-то методами, да, то есть вы не умеете обнуляться, вы не умеете сбрасывать то, что уже отжило, то, что вам уже не нужно, здесь как будто бы нету доверия, вот в будущее, да, в завтрашний день, вы все равно присутствует, чувство вины за какое-то вот прошлое, и вы периодически входите в эти сценарии, вот в эту жвачку эмоциональную, которая вам не дает двигаться, вот, а вам говорят, что нет, этого делать не нужно, вот такая вот у нас была и вторая позиция, жду ваших комментариев, обратной связи, вторая позиция вышла у нас меньше, немножечко, чтобы я успела по времени, но по стопкам я вижу, да, что одинаковые, хорошо, я благодарю Дмитрия за идею, и вас за то, что смотрите, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, я с вами на связи, прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok